Здравствуйте, с вами подкаст «Эдвайзер». Меня зовут Андрей Малафеев и в эфире рубрика «Пульс индустрии». Здесь мы приглашаем руководителей ведущих отраслевых объединений, обсуждаем с ними свежие новости и говорим о проблемах и перспективах их отраслей. Сегодня мы беседуем с Ренатом Башиным, исполнительным директором АРПП «Отечественный софт», консолидирующего российских производителей программного обеспечения для совместной работы над ключевыми вопросами развития IT-отрасли. Сегодня мы поговорим о причинах продления сроков импортозамещения для объектов критической информационной инфраструктуры и о статусе и готовности нормативных материалов к закону обязательной предустановки личного софта на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Уже прошло достаточно много времени с момента нашего прошлого выпуска. Что интересного произошло в «Отечественном софте» за этот период? Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я бы выделил из последнего подготовка четырьмя ассоциациями от «Китрус Софт» и РПП и проект, насколько я помню, от совместного письма в Минцифру о том, что не поддерживают ассоциации законопроект по отечественным маркетплейсам. Этот отзыв был учтен Министерству России, насколько я знаю, поддержан и должен в ближайшее время уйти в правительство для принятия дальнейших решений. Кроме этого, примерно неделю назад мы узнали о том, что Министерство цифрового развития подготовило новую версию проекта указа президента о критической информационной инфраструктуре. И главное новшество, собственно, этого проекта указа — это перенос сроков на три года вправо, то есть не сступление его не с 2021 года, а с 2024 для ПО и с 2025 для «Железо» стало для нас неожиданностью. Вот я предлагаю сегодня про это тоже поговорить. Кроме этого, была поднята тема отсутствия принятого постановления по предустановке российского ПО. Как мы с вами знаем, закон уже вышел, а подзаконного акта в виде постановления, где будут прописаны все вот эти требования к гаджетам, к программному обеспечению, сроке перехода и так далее, этого постановления все еще нет. И ассоциации обращали на это внимание, на то, что закон, видимо, придется опять переносить, ввиду того, что просто производитель устройства не успеет подготовиться к выполнению требований подзаконного акта. Давайте, наверное, тогда начнем с блока предустановленного ПО. В чем там получается загвоздка? Идея эта, мне кажется, с одной стороны хорошая, с другой стороны достаточно противоречивая, потому что у разных компаний разные экосистемы. А как членам ассоциации? Я так подозреваю, что членам личного софта это, наоборот, достаточно выгодное решение, открывающее путь к широкой экосистеме и на Apple, и на Android, и на каких-то других системах. Для российских разработчиков, конечно, это дополнительная возможность попасть в достаточно закрытые экосистемы других производителей, в данном случае Google, Apple, Huawei. Речь о том, что мы с вами знаем прецедент с FAS. FAS, когда по заявлению Яндекса отрабатывал включение Яндекс.Браузера, Яндекс.Других приложений. Да-да, это уже вошло в новой истории. Да, это вот такой положительный пример вот этой работы, но он точечный. Но мы же с вами понимаем, что таких приложений мы с вами не пользуемся. Мы с вами ставим таких десятки, сотни приложений уже российских, успешных, имеющих там десятки, сотни, может, где-то и миллионы скачиваний. Но для них эта дорога, она намного затруднена, в том числе, что это нужно договариваться, нужно платить большие деньги, выполнять какие-то условия. Ну, в общем, кто-то уже добежал, но большинство испытывают затруднения от попадания в эти экосистемы. Здесь особенность ещё заключается в том, что речь идёт именно не просто о том, чтобы эти приложения там работали или что-то, о том, чтобы они были предустановлены изначально на устройстве. То есть нужно, чтобы эти программы попали в прошивку. Когда первую установку делаешь, запускаешь устройство, вводишь там все данные себе, там сведения, эти приложения уже были на устройстве. Ввиду того, что экосистемы отличаются, Android, iOS, там с FAS и с экспертным сообществом, эта работа была проведена с конца декабря и в начале года, было выродано несколько сценариев, насколько я помню. То есть если устройство современное, у него достаточно памяти, и оперативное, и твердотельное, то приложения могут быть уже предустановлены изначально, там уже стоять, могут быть загружены на устройство. Если мы говорим о том, что либо экосистема не позволяет их предустанавливать, или устройство само по себе является с малым объёмом памяти, можно было реализовать сценарий предустановки иконок программ. И когда пользователь... Ярлаков. Ярлаков, да. Когда пользователь, собственно, ему вот это окно выбора предлагается, он просто кликает, и это приложение автоматически устанавливается прямо с того окна первого запуска устройства. Таким образом, данные на устройстве не хранятся, да, и не занимают там какое-то место важное для пользователя. Вот. Но вот как раз вот эти все детали технической установки, перечень всех программ, сроков установки этих программ, всё это и должно было быть прописано в постановлении правительства Российской Федерации, которое мы с нетерпением ждём. Вот. И, соответственно, производители устройств должны были неукоснительно следовать этим требованиям, и они неоднократно, в том числе и публично, рассказывались о том, что чтобы всё прошло без сбоев, нам нужно минимум три месяца, лучше полгода. Ввиду того, что постановление не вышло там весной, не вышло летом и не вышло ещё пока до сих пор, то вот эти минимум три месяца там или максимум полгода уже мы практически уходим там в апрель-май 2021 года, если постановление выйдет там в самое ближайшее время. Собственно... А какая структура должна обеспечить готовность этого постановления и отработку всего механизма? Ну вот по нашей информации, изначально этой темой я не занимался ТФАС, как я уже сказал ранее, но с весны уже подключилась Минцифра России. Собственно, вот они, я так понимаю, отвечают за реализацию этого постановления. Ну вот говорю ещё по уточненной информации коллеги из Минцифры, говорят, что постановление уже в слух правительства. Вот. Но это вот такая информация, я не видел. Варьбе постановление не видится проводить. То есть по срокам в любом случае оно не сможет вступить в силу в этом году, и в этом году мы не увидим никаких новых услуг. Совершенно верно. То есть закон автоматически придётся и вступление закона снова переносить. Он уже переносился ранее в Госдуме из-за пандемии. Вот. Сейчас также он будет перенесён, но в том числе по причине того, что этот законный акт ещё тоже не вступил в силу. И, соответственно, просто требования закона не могут быть какого-то у него. Ирина, а как по-вашему? Кто получит наибольшую выгоду от того, что этот закон наступит в силу? И членов вашей ассоциации, например, уже наверняка этот вопрос обсуждали. Ну, я бы не выделял компаний. Их много на самом деле. Ввиду того, что там большинство, я думаю, или преобладающая часть российских решений имеет мобильные версии для смартфонов и прочие приложения своим обычным версиям ПО. Поэтому возможность попадания в эти экосистемы — это, конечно, дополнительная возможность выхода на пользователей, потом на обратную связь, получение обратной связи по приложению, на доработку, совершенствование приложения, на развитие этих приложений. То есть это такая большая уже получается обратная связь, нужная компаниям для того, чтобы их продукты и решения были еще более конкурентоспособными, чем сейчас. А вот с противоположной стороны было мнение о том, что на самом деле российский рынок слишком мелкий для глобальных игроков, и им проще от него отказаться, нежели у нововведения вводить свою экосистему. Как вы думаете, сильно это отразится на количестве устройств, которые в Россию поставляются, которые должны будут соответствовать новым требованиям? Сопротивление было очень большое на этапе разработки федерального закона, но мы с вами помним, что он там буквально в течение нескольких месяцев был принят, потому что это очень важная тема для поддержки отечественной отрасли со стороны государства. Сейчас, когда уже закон вступил, этих выпадов стало уже меньше. И я бы напомнил, что в начале года и Samsung, и Huawei, и другие там производители подтвердили готовность выполнять требования этого законопроекта. Помимо того, что они уже ряд приложений устанавливают, выполнить там остальные требования для них не представляется сложно. Пока вопрос только с Apple, но многие уже говорили о том, что несмотря на то, что рынок российский, он там для Apple незначительный, но он привлекательный. И здесь тоже много людей лояльных к этому бренду, и, скорее всего, они просто выполняют эти требования по самому простому сценарию, о котором я там говорил. Стоит отметить, что в других странах к ним предъявляют требования по локализации, по выполнению местного законодательства. Поэтому мы здесь не являемся единственным таким государством, которое требует от них принятия каких-то несвойственных им мер по доработке своей экосистемы. Поэтому, я думаю, здесь рисков нет, и в свое время они тоже выполняют требования данного закона. Понятно. Ну что ж, будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и сколько еще времени понадобится для того, чтобы на устройствах ведущих производителей появились как минимум иконки, а как максимум предустановлены приложения российских разработчиков. Так, давайте тогда вернемся к предыдущей теме. Про критическую информационную инфраструктуру. Да, да. Очень интересная тема. На самом деле, очень важная для обеспечения безопасности, обеспечения с хаоса суверенитета нашего государства. Там в чем затык, получается? Я так понимаю, что, во-первых, дает о себе знать вот все-таки имеющаяся раскоординация между аппаратными и программными платформами. Это отмечается, конечно, ввиду того, что действительно у нас, согласно полномочиям, реестром ПО занимается Минцифра России, а реестром Железо Минпромторг России. Но это не значит, что они не контактируют. Чемы Минпромторга там участвуют в работе экспертного совета ПО по программному обеспечению. Вот также Минцифра там взаимодействует по обсуждению совместных требований в части реестра железа, потому что эти требования, они взаимоприменимы. То есть если уровень доверия к железу очень высокий должен быть, то и, соответственно, к софту требования предъявляются дополнительные. Но здесь в чем еще может быть вопрос. Софта сейчас уже более 7 тысяч программных продуктов, там 7300 с лишним после последнего протокола. А железо там даже не тысяча, насколько я помню. И здесь, конечно, есть некоторый пока перекос в сторону того, что софта много больше, чем железо. Но здесь важно понимать, что это тоже переход, процесс. То есть мы говорим о том, что это не какая-то разовая итерация, что там с 2021 года они все должны перейти и об этом отчитаться 30, 50 или 70 процентов. Мы говорим о том, что они должны составить планы перехода, я имею в виду субъекты критической информационной инфраструктуры, в том числе банки, госкорпорации и другие участники. И согласовав в части ПО с Минцифрой и в части с железным фронтборгом, начать двигаться в этом направлении. Вот как сейчас госкорпорация переходит на отечественные софты, составляя планы, определяя типы программного обеспечения, выделяя на это деньги и двигаясь по достижению там заданных показателей, в данном случае Минцифрой. Здесь имелось в виду то же самое. То есть вот некоторый вот этот хайп, который стоит в СМИ о том, что это невыполнимые вещи, но мы на это смотрим с большим сомнением, потому что вот там не видно фактуры в этих высказываниях. То есть если коллеги посмотрят документы к этому проекту, указывают, там есть и порядок перехода, и требования к этому переходу, в какие сроки, то, согласно порядку, коллеги там должны были бы провести аудит своей критической информационной инфраструктуры, значит, посмотреть, какие у них продукты иностранные стоят, что у них с амортизацией этих программных продуктов, что у них с окончанием лицензии на эти продукты, собрать эту всю информацию в один файл, разработать на основе этого анализа план перехода на отечественные софты, и оборудование, согласовать вот в части софта, еще раз повторюсь, в Минцикру, в части железным тронторгом, получить вот этот план перехода и начать двигаться в этом направлении. То есть речь идет о переходе на преимущественное использование российского ПО из железа вот в текущей редакции с 2024 года части софта и с 1 января 2025 года части оборудования. Но мы считаем, что сроки нельзя переносить настолько, потому что вот ровно эти три года ничего происходить не будет. Можно было бы перенести, раз уж эта тема немножко там затянулась, например, на полгода. Ну, я имею в виду начать этот переход там с 1 сентября 2021 года. К этому времени выпустить указы, постановления, нормативку, начать работу по аудиту своих решений, согласованию с Минцикрой и, собственно, по этому процессу. Те высказывания, которые звучат там, что не хватает софта или железа, они в какой-то части правомирны. Но надо отметить, что работа в этом направлении идет. Как мы с вами знаем, Минцифра объявила меры поддержки компаний и организаций. Сформулировано 16 направлений поддержки российских разработчиков по различным типам софта. Вот мы тоже активно участвовали в формировании этих предложений и потом в дальнейшем согласовании. Так вот, эти процессы можно было запараллелить. То есть вот сейчас люди берут гранты под эти 16 направлений и там дорабатывают либо разрабатывают софт. Вот, в следующем году как раз, когда бы вот эта тема полетела с Киев, можно было бы проанализировать вот эти результаты проведенных аудитов, посмотреть, есть ли пробелы с точки зрения софта и железа по отношению к функциональным требованиям зарубежных решений и, уточнив вот эти 16 направлений под, в том числе, этот аудит, запустить следующую операцию доработки и создания российских продуктов, решений, да, еще под грантой субчиней. Таким образом, в течение 2-3-4 лет можно было бы планомерно и комплексно вот этот процесс реализовать. Переходы субъекта в Киев на российский софт и железа. Но я думаю, те люди, которые говорят о том, что это невозможно, они же тоже, ну, чем-то аргументируют свою позицию. То есть, насколько я знаю, там достаточно долгий, действительно, у нас в России в связи с особенностями там разработки, например, железа, проблемами с протегированием, у нас реально долгий срок разработки просто продуктов, аппаратной части. Он как раз там составляет, условно, 3-4 года, в то время как во всем мире это там полгода максимум. Ну, есть такое, но вот еще раз, что важно понять. Мы говорим о процессе перехода, составлении плана перехода на вот эти решения. Соответственно, вот я говорил, что надо будет согласовывать результаты аудита с Минцифрой, с Минфонторгом. То есть, если выясняется, что этого продукта или решения нет и оно будет там в какое-то ближайшее время, то этот срок и указывается в плане перехода, и субъект продолжает пользоваться тем, что у него есть. Ну, исходим из объективной реальности. Вот. И это не значит, что ему будет запрещено пользоваться текущими инфраструктурными своими решениями. Но будет обозначено на то, что как только такое решение появится, и оно, соответственно, будет обеспечивать требования заказчика, то, соответственно, субъекты должны будут включить его в план своего перехода, обновить, да, он ежегодно может обновляться, уточняться. Вот. И этот процесс будет запущен в свое время. Вот. Но повторюсь, для многих задач российские решения есть, они конкурентоспособные, при этом они постоянно обновляются, дополняются, совершенствуются. То есть здесь нужно постоянно этим процессом заниматься. Там, в начале года продукт мог не отвечать каким-то требованиям, там, к концу года он уже может вполне себе отвечать. Ну, согласен. Важно разработчикам знать требования заказчиков, да, Должна быть взаимная связка, да, и взаимные интересы. Вот у меня, кстати, вопрос по поводу грантовой программы. То есть уже, в принципе, сколько? Два месяца она действует? Отметили вы какие-то позитивные результаты? Программа запущена была примерно месяц, наверное, может, чуть больше. Сейчас дату точно не помню. И вот как раз где-то 8-го ноября, 8-го, 9-го ноября, то есть в эту неделю как раз были ориентировочные сроки для подачи заявок компаниями, да, организациями, чтобы получить гранты в 2020 году. Потому что там примерно месяц идёт процедура рассмотрения этих заявок, там, согласование, рейтингование, по-моему, там, ещё чего-то, ну, то есть отбор этих заявок. Поэтому об этом мы узнаем, там, да, ближе к концу года. Сколько набрали, по каким направлениям, сколько этих компаний примерно. Вот. Но самое главное внушество в этом году, что приём при этом заявок не остановлен. То есть и приём идёт до того момента, пока не закончится день, условно говоря. Просто кто подаст чуть позже, он там во второй очередь попадает, там, в третью очередь рассмотрение и так далее. Понятно. Хорошо, ладно. Тогда тоже будем держать руку на пульсе. Посмотрим. Я думаю, да, должны хорошие результаты какие-то появиться. Да, денег там достаточно много. предусмотрено. И вот хотел повторить важный момент, который Максим Паршин, замминистра цифрового развития, отмечал также, что в этом году с учётом пандемии изменена пропорция предоставления субсидий, требуется только 20% средств организации или заказчика, и 80% предоставляет государство. Это очень интересная пропорция. В следующем году она может быть пересмотрена там более худшего. На ближайшее время чем будете заниматься? Какие основные точки требуют приложения усилий? Ну вот, мне закончилась ещё работа с проектом постановления в 12.36 новом, в котором вносится изменение в связи с налоговым манёвром в IT. Я так понимаю, что основные положения вы сформулированы, но он, это проект постановления, заканчивается согласование, заканчивается согласование с фаёным. Тоже нужно будет этот момент резюмировать и отправлять в правительство, потому что, как вы знаете, налоговый манёвр у нас вступает с 1 января 2021 года. Страховые взносы там снижены, налог на прибыль снижен, освобождаются продукты от НДС, включённые в реестр российского ПО. Напомню, основные моменты. И это тоже важный проект постановления, который нужно очень так аккуратно и грамотно составить и выпустить, чтобы всё заработало со следующего года. То есть и вот эти требования вступили в нормальную силу, чтобы профессиональная экспертиза заработала, так как количество заявок на включение в реестр, вот как говорил Максим Павлович Паршин, вы заслали в 4 раза, а запрос на включение в реестр аккредитированных организаций миницифры возрос в 3 раза. То есть вот теперь на членов экспертного совета там в 4 раза практически взросла нагрузка по рассмотрению заявок. очень важна, конечно, помощь экспертной организации профессиональной, чтобы проводить там предэкспертизу и поступающих материалов, и, собственно, технических решений на соответствие требованиям законодательства. Ну что ж, вам успехов в этой работе и спасибо большое, что уделили время для сегодняшней записи. Увидимся попозже, будем держать руку на пульсе. Спасибо. Спасибо, Андрей. До новых встреч. Всего хорошего. Сегодняшний выпуск программы Пульс Индустрии подошел к концу. Спасибо за ваше внимание. Где бы вы не слушали этот подкаст, пожалуйста, поставьте ему оценку и поделитесь ссылкой на него со своими друзьями. Ваши комментарии и оценки помогают нашему подкасту развиваться. Спасибо. А связь. 24 ноября состоится главное событие для топ-заказчиков и поставщиков в сфере IT – Advisor Summit. В пленарной части саммита выступят директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема докладов – повышение эффективности бизнеса и государства с помощью технологий. Ведущие IT-компании расскажут о передовых разработках, которые готовятся к выходу на рынок. Главная тема мероприятия – лучшие практики, как технологии повышают эффективность крупнейших компаний России. IT в госсекторе – новая реальность программных идей и возможностей, инфраструктура, бизнес-приложения, сервисы, реальный опыт заказчиков. Также в рамках саммита пройдет четвертая церемония награждения «Тедвайзер Тедвайзер Тедвайзер IT-прайс национальная награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе. Регистрация на сайте саммит.тедвайзер.ру Не пропустите главные события IT-сферы саммит.адвайзер.ру Субтитры создавал DimaTorzok